Всем привет! Не так давно мне написала одна из моих подписчиц, которая подписана на мою страницу, на мою группу, на мой канал на ютубе. И она захотела со мной встретиться и вручить мне новогодний подарок. Я с ней встретился, она мне значит вручила подарок. Я еще ничего не вскрывал, ничего тут не открывал. Вот такой вот праздничный пакет, бумажный, подарочный. И что, будем посмотреть, что внутри. Я и сказал тогда, что, ну, свой подписчик сказал, что я сделаю анпакинг, то есть вскрытие. Посмотрим. Это что такое? Ух ты! Какие-то банки. Сейчас посмотрим, что здесь. Возьмем мой нож для легких задач. Вскроем. Ух ты! Для самых миленьких моментов. Такого вот красивого фиолетового цвета. Это мыло. Какой аромат классный. Пахнет виноградом. Мой любимый аромат, мой любимый цвет. Мой любимый форм-фактор. Видит в такой вот снежинке. Ну, я думаю, вскрывать нет смысла. Потому что, если я вскрою и не буду этим мылом пользоваться, то это мыло потеряет аромат. Мне кажется, аромат просто тупо испарится. Выветрится. Круто. Круто. Смотрим дальше. Вот у нас что? Пушистого Нового года. И цвет тоже ленточки такого. Фиолетового цвета. Я, наверное, включу лампу, чтобы было лучше видно. Сейчас, минуту. Так, лампу я включил. Такого вот фиолетового цвета. Коробочка. Имеется тут коробочка белая, ленточка фиолетового цвета. Внутри тоже фиолетовая мишура. Посмотрим. Ну, красиво же. Круто. Коробочку уберем. Такой вот сверток в виде мишуры. Ух ты. Круто. Нож. Спасибо большое за подарок такой, за подгон. Такой вот ножичек. Интересно, будет ли он резать бумагу. Сейчас надо за бумагой сходить. Вот я достал бумагу. Сейчас проверим. У-у-у. Замечательно режет. Ну-ка. За счет изгиба за стопор произошел. Круто. Бумагу режет нож острый. Круто. Это вот тоже типа овощника. Нож овощник. Больстер металлический. Что за сталь, я, к сожалению, не знаю. Ну, вот такой вот ножичек мне подарили. Спасибо. Что это за банки? Непонятно. Соус ткемали. Ну, все. Придется идти за ложкой. Придется идти за ложкой. Вот, принес я ложку. Откроем. Ну, не так-то просто. Открыть оказывается. Смотри-ка. А, ее всосало сюда. Вакуумом. Впустим воздух. И спокойно она у нас открылась. Соус ткемали, как я понял, это грузинский сливовый соус к мясу. К всяким таким мясным блюдам. Можем даже гарниру применять. Я такой соус пробовал много раз, когда жил на юге. Попробуем за кадром. Ммм. Очень вкусно. Круто. Пойдет, значит, в холодильник. Дожидаться. Дожидаться какого-нибудь места. В виде стейков. В виде купатов. И так далее. Следующее. Я не знаю, что это такое. Что-то написано. Виноград. Виноград. Джем, наверное, какой-нибудь. Тут тоже вся вот эта крышечка вогнутая. Из-за того, что там нету воздуха. Так называемый вакуум. Попробуем впустить воздух. Этот нож, конечно, для легких задач. Но куда деваться. Все, воздух впустили. Открываем. Виноград. Я обожаю аромат винограда. Вкус винограда. Но не люблю вино, кстати. И коньяк. Будем пробовать. Сначала аромат оценим. Ммм. Вкусно. Пробуем чуть-чуть. За кадром. Очень круто. Варенье из винограда. Первый раз, кстати, в жизни пробую варенье из винограда. Ммм. Как вкусно. Спасибо большое за подарок. Это тоже будет, наверное, в компот добавляться. Да, в чай, в компот. Или просто с водой можно разводить. Как напиток такой. Как морс некий. Я пробовал варенье из кизила, из фейхуа. И так далее. Но из винограда никогда в жизни не пробовал. Такой вот подгон. Такой вот подарок. Значит, нож и две банки. Одна из них – это кемали. Вторая из них – варенье из винограда. Спасибо большое подписчице за такой подарок интересный. Очень я доволен. Значит, все мои труды, которые я делаю в виде постов о Старой Казани, своих личных воспоминаний, все, значит, это идет недаром. Значит, есть благодарные люди, кто благодарен за мой труд. Спасибо большое. Ну, что могу сказать? Я надеюсь, это видео будет крайним в этом году. Хочу вам пожелать, наверное, четыре основных фактора. Первое – это удачи. Второй фактор – это здоровье. Третий фактор – это гармония с самим собой. Четвертый фактор – это спокойная и, самое главное, мирная обстановка внутри страны, внутри нашей страны, где мы живем. Ну и вообще обстановка во всем мире, чтобы она была спокойной. Вот эти вот четыре фактора. Если приплюсовать, все совместить, то и будут у нас и удачные дни, будет у нас и счастье, будет у нас и гармония, и деньги у нас будут. Если будет удача, здоровье, внутренняя гармония с самим собой и хорошая обстановка в стране. Вот. Это я вам хочу пожелать своим подписчикам, своей группы, своего канала на YouTube. Спасибо вам большое, что вы есть. Спасибо большое, что смотрите мои посты. Значит, мои труды не проходят просто так, не проходят даром. Это является стимулом того, чтобы я также и в следующем году радовал вас какими-то интересными постами, какими-то интересными воспоминаниями о жизни в Казани в 90-х, 2000-х и так далее. Все. Всех с наступающим. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok